Книга «Открытым оком», 3-й том, тема «Богослужение», вопрос 950-й. «Откуда же известно иконописцам, изображающим святых, что они на небе? А может, они в преисподней? Этого же никому знать не дано?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иесеева. Псалом 71, 19-20. Так заканчивает Давид, и очевидно, в эту ночь он спал очень спокойно и умиротворенно. Так и этот вопрос радует меня, что не один я мучаюсь им. В начале церковь канонизировала только мучеников и исповедников, а теперь творится что попало. Собирается синод. Синод дедушки в клобуках и воображает себя, что они, как синедрион у Господа Бога, разводят людей налево и направо. Даже подумать страшно, куда зашло юродивое православие. Я ожидал услышать другой вопрос. Откуда иконописты знают образ святых? Да ниоткуда. Книга Судей, 17-й глава, 6-й стих. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Без царя в голове, чего человек не придумает и не сделает. Я совершенно точно знаю и разговаривал с известными иконописцами, чьи труды изображения изданы в особых книгах, даже в международном масштабе. Один из них в Америке, еврей из России, приведший меня к себе домой в Сан-Франциско на мое замечание, что иконы так небрежно нарисованы, с какими-то деревянными носами, он засмеялся и сказал. Это эти американцы толстосумы, дураки, и им это нравится, что так оригинально пишу. И назвал суммы, какие ему платят за них. Из жития святых известно не более двух случаев, когда иконопистам явились сами святые, каких они рисовали, и даже было наказание этих изуграфов от них. 13 сентября Корнилий иконописец Янкратий рисовал икону Корнилия, и у него не получалось, и он ругался. Продолжение следует...